Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару дней назад у меня на прямой трансляции мы разыграли Т55А. А сейчас он появился на продаже за 20 долларов. За голду купить не получится, потому что такого предложения нет. Ну и что касается самого набора, то я даже не знаю, насколько эта цена для него является приемлемым. 20 баксов в моем случае, с учетом того, что я захожу через Steam, если у вас ценник отличается, обязательно пишите, какова цена у вас и считаете ли вы ту цену, которую видите у себя на экранах, приемлемой и нормальной для данного набора. Ранее данный набор, как вы видите, продавался тоже за 20 долларов и разница в этих наборах только в анимированном аватаре. Ну а с учетом того, что я не считаю вот это вот в принципе какой-либо ценностью в нашей игре, то по большому счету один и тот же набор вам предлагают. Что вам предлагают? Вам предлагают премиумную машину 9 уровня, вам предлагают великолепный внешний вид, который действительно подходит данной машине. Он спокойный, без каких-то там понтов, но в то же время особо глазу зацепиться не за что. В общем, на вкус и цвет товарища нет, особо к этому цепляться не буду и обсуждение особо это недостойно. Что касается бустеров, то целых 30, но всего лишь редких. Ну а что касается X5, то целых 15 штук, но только на D55A. Короче говоря, вот такой вот наборчик за 20 баксов, который я лично считаю дорогим. Ну а объективно, ребят, за 20 баксов можно купить себе, ну пускай 15 тысяч голды, да, не в составе такого набора, а более какие-то приятные предложения выцепить в магазине. Но все-таки за 15 тысяч золота, мне кажется, можно купить себе 2 годных восьмерки, нежели не совсем годную девятку. Это мое субъективное мнение, пишите обязательно свое в комментариях, насколько вы со мной согласны или нет. Ну а я пока перейду на Wargaming Game Center, потому что играть через Steam просто невозможно, в моем случае он просто безумно тормозит. Ну что ж, продолжаем разговор. Т-55А. На него абсолютно честный обзор я уже делал, ссылочку вы найдете в описании и плюс будут всплывать ссылки вот здесь вверху в процессе самого видоса. Что касается самой машины, абсолютно посредственный средний танк. Меня он абсолютно не зацепил, он достался мне бесплатно из контейнеров, это был один из двух танчиков, которые я смог застать из контейнеров за 9 лет. Недавно мне еще выпал ВК, но все-таки он у меня был в ангаре и там я получил компенсацию. Поэтому из реально попавших ко мне в ангар машин из контейнеров, то Т-55А был одним из немногих. Что касается орудия, время сведения, разброс в целом нормально сбалансировано, неплохой ДПМ, нормальное время перезарядки. Есть, я бы не сказал, что прям суперское пробитие, но в конце концов его немножко поднять можно кумулятивными снарядами, которые не такие уж и дорогие. Ну а что касается среднего урона, то 310. Не сильно много, но с учетом времени перезарядки играется вполне нормально. Угол склонения орудия вниз минус 5, и я бы не сказал, что это действительно комфортно в боях. Вот такой вот Т-55А, который на сегодняшний день, ну прям совсем меркнет. И я лично не вижу смысла покупать данную машину за 20 баксов по одной простой причине. Потому что если вам нужна машина именно на 9 уровне и именно средний танк, то вы можете взять себе, допустим, там Чейр Футур. Когда появится такая возможность, поэтому лучше приберегите свои деньги, купите голды и сидите ждите Чейр Футур на прямой продаже. Ну а плюс к тому, ребят, у нас есть еще машины на 10 уровне. И там есть где разгуляться. Там есть Объект 907, там есть Каро, там есть Т-22СР и М60. Короче говоря, вот этот Т-55А не вашим, не нашим. Насколько не вашим, не нашим, давайте попытаемся посмотреть в бою. Так, ну что, друзья, поехали. Сразу отсюда сваливаем, потому что делать нам здесь нечего. Все СТ-шки наши благополучно, ну все, еще одна помимо меня. СТ-шка уехала. Понятное дело, что точку А самостоятельно я там не отобью и не выдержу ее. Ну а что касается нашего героя, то машина вполне подвижная, передвигается по карте очень себе даже нормально. Что касается брони, крайне все посредственно. Что касается времени сведения, то вроде бы, вроде бы заявленная цифра, господи цифра, цифра неплохая, но не могу сказать, что прям суперски сводится. Что касается точности, точность есть и в принципе в этом отношении все окей. Что касается результативности, то результативность можно на данной машине довольно неплохую иметь. Единственное, что необходимо к этой машине все-таки как не крути, а привыкнуть. Не могу сказать, что это прям шлак какой-то. Это действительно обычный средний танк, который обычно играется. Спокойный, комфортный, не требующий прям совсем какой-то суперской сноровки. Если вы умеете играть на средних танках, то это для вас не станет абсолютно никаким удивлением. И для того, чтобы его реализовать, от вас не потребуется прям каких-то дополнительных навыков и умений. Единственное, что мне не сильно нравится на верхних уровнях машины, от которых ты не получаешь ничего нового и ничего интересного. Но все-таки тот же самый Chair Future гораздо веселее, гораздо интереснее. И хоть его огромное количество ютюберов со своей стороны, ну как это культурно назвать? Да нет, культурно это не назовешь, обгадили, короче говоря. Несмотря на это все, мне лично Chair Future зашел. Я не киберспортсмен, я не статист, я играю ради удовольствия. И вот Chair Future на меня действительно произвел впечатление. Он действительно умеет фанить, он действительно умеет доставлять удовольствие от боев. А на данной машине я играю ровно с теми же самыми ощущениями, с которыми я играю на других средних танках проходных, которые обладают цикличным орудием. Безусловным плюсом данной машины является время перезарядки. Как для среднего танка оно очень комфортно. И здесь я бы не говорил о том, что действительно что-то плохое в орудии есть. Но все-таки, ребят, я бы хотел получать немножечко больше. Я бы хотел, чтобы покупая себе премиумную, либо коллекционную машину, я получал какую-то уникальность. Ну, хоть в чем-нибудь. А эта машина уникальностью не обладает. Ну, может, разве что бодрым набором скорости. Спасибо большое. Если бы ты меня пропустил, было бы вообще супер. Так вот, ребят, если не говорить и не брать за основу как уникальность, возможность данной машины быстро набирать ход вперед. И, в принципе, неплохо, неплохо передвигаться по карте, то больше уникальностей никаких в этой машине нет. Именно поэтому я и говорю, что 20 баксов за данную машину, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю. Смотрим результаты по бою. Смотрим, что у нас получилось. Ну, давайте быстрее. Ну, прям хочется. Хочется посмотреть, что мы там смогли настрелять. Хотя я не думаю, что там прям какие-то существенные будут показатели результативности. Но, в целом, какой-никакой вклад в победу, типа, сделали. 1790 единиц и один сделанный фраг. Что касается нашей результативности по команде, то сейчас посмотрим 39500. Вот только я не посмотрел с премом или без. Я не помню, активен у меня сейчас или не активен. Но это проигрыш, ребят. Поэтому не имеет значения там особого. Да, это с премом. 39500. Без према было бы 29, но это поражение. Ну, и средняком в своей команде по нанесенному урону. Да, машина может, безусловно, больше. К сожалению, бой так сложился, что особо руку приложить не к чему было. Возможно, мне стоило все-таки поехать на точку А. Но со своей скудной бронированностью, я думаю, что меня бы очень сильно быстро там разобрали. И моя результативность по настрелу была бы еще меньше. Ну что, давайте попытаемся еще раз взять его в бой и попытаться еще раз что-нибудь годное на нем сделать. Ну что, поехали во вторую каточку. Ребят, скажу откровенно. Я не вижу смысла приобретать данную машину за 20 баксов в составе этого набора. И сейчас попытаюсь кратенько объяснить почему. Дело в том, что я, как игрок, не будучи киберспортсменом, не будучи статистом, хочу получать максимум удовлетворения от игры. И уж если я покупаю себе, уж тем более за реальные деньги, покупаю какую-то коллекционную либо премиумную машину, я хочу, чтобы эта машина обладала какой-то уникальностью. Я хочу, чтобы она кардинально отличалась от всех остальных машин, которые есть в игре. Данная машина не обладает таким свойством. Это просто обычный средний танк. Да, у него есть хорошая подвижность. И если за уши прям тянуть данную машину к понятию уникальности, то можно сказать, что она хороша тем, что бодро набирает скорость, как для среднего танка, и быстро передвигается по карте. Да, она обладает еще таким плюсом, как точное орудие, которое в целом довольно-таки комфортно быстро перезаряжается. Но это все, ребят. Больше ничего уникального в этой машине нет. Именно поэтому платить за нее реальные деньги, еще и в таком размере, как 200 баксов, я лично не вижу смысла. Можно за эти же деньги, ребят, купить голды и приобрести себе какую-нибудь годную восьмерку, которая будет интересной. Как я уже говорил, на девятом уровне сейчас появился Чейр Футур, недооцененный огромным количеством ютюберов, а точнее, обхезанным обычными желающими захайпиться на том, что то, что новое вводится, это фуфло. И вот там действительно, ребят, есть чему порадоваться. Вот мне, допустим, как обычному игроку Чейр Футур понравился очень сильно, потому что он не такой, как все остальные. Он действительно интересен. Да и плюс к тому, ребят, девятый уровень, это не десятый, не восьмой. Ты находишься между молотом и наковальней. Ни вашим, ни нашим. Если уж сильно любите средние танки, то, наверное, имеет смысл рассмотреть себе к покупке какие-нибудь годные десятки. Ну, не знаю. На любителя, безусловно, но Т-22СР, М60. Коро, в конце концов, который тоже, опять-таки, обладает уникальным барабаном, который является, ну, крайне приятным в игре и действительно доставляет массу позитивных впечатлений от боя. Ну, а что касается данного товарища, то я на нем, допустим, играю точно так же, как играю на обычных проходных средних танках. И это действительно удручает. Ну, просто потому что хочется-то чего-то экстраординарного. Да, сейчас я слился, вопросов нет, можно было не подлазить по ДС-6, и это я не буду сейчас использовать как объяснение, почему мне не нравится данный танк. Ну, просто бой так сложился, и к качеству машины это, безусловно, никакого отношения не имеет. Но, так или иначе, повторюсь, машина не обладает абсолютно никакой изюминкой. Ее в этой машине просто нет. И этим, я думаю, все сказано. Что касается нашей результативности. Сейчас посмотрим на количество настрела. Сейчас посмотрим, что мы получили по фарму, для того, чтобы вы плюс-минус понимали, насколько это фармищая машина. Но, опять-таки, не думаю, не думаю, ребят, что ваши показатели результативности на данной машине будут намного выше, чем мои. 1900 единиц урона. Что касается уничтоженных товарищей, то один соперник. Что касается наших результатов по фарму, то 53 тысячи с половиной с учетом прем-аккаунта и 38 700 без учета према. Это не фармер, однозначно. Лучше фармить на восьмом левеле. Там это и проще происходит. Вас к десяткам не кинет. Да и плюс тому, там есть более фармищие машины, как по коэффициенту фарма, так и по возможности получить максимальную доходность с этой машиной. Что касается результативности, то опять средняком. Что касается количества полученных позитивных эмоций, ну нету их. Просто нет. Просто машина, просто заехал, просто покатал. С таким же успехом вы можете вполне спокойно, если прям, ну очень сильно надо, то прокачайте себе WZ-120 и будете иметь приблизительно плюс-минус тот же самый геймплей, только не будете тратить на это реальные деньги. За реальные деньги лучше купите себе голды и приобретите себе нормальные, годные, хорошие, качественные машины, которые довольно-таки часто в магазине появляются по приемлемой цене в составе наборов, либо даже отдельно стоящие. Ну вот те же самые 12500, два средних танка 8 уровня с разным геймплеем, которые порадуют разных игроков. Я имею ввиду игроков с разными предпочтениями в отношении тактики и стратегии игры на тех или иных средних танках. И согласитесь, за 20 баксов 12500 золота вы уж точно приобрести себе сможете. Только там вы получаете набор, в котором есть ну прям все. Вот такое вот честное мнение по поводу Т-55А за реальные бабки. Покупать или не покупать? Обязательно пишите свое мнение. Ну и решайте самостоятельно. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле, ничего не скрывая. Ну а если вы цените честность автора YouTube канала по танкам, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Гарантирую, никогда никого не обману и не посоветую вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.